Представители знака Зодиака, Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро Прогноз, гороскоп, события до конца октября 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. У нас сегодня колода карт, называется Таро Добра. Прорисовала великолепная художник и таролог, очень мудрый и с большим стажем, более 40 лет, колет Барон Рид, и она сохранила классику 78 карт, но вместе с тем она ее преподает, как будто с позиции позитивной психологии, очень добрые карты на самом деле. И вот этот период октября, он у нас как раз совпадает с коридором затмений, который начался с 14-го, солнечным затмением в знаке Весы, и закончится лунным затмением в знаке Телец, что Телец, что Весы, управитель Венера. И Венера – это у нас вопросы благополучия, отношения, взаимоотношения и финансов. И какая-то история из прошлого. Тут как будто больше нас возвращают назад для того, чтобы пойти вперед. Может быть, та история, которая или вопросы были актуальны на начало года, или это было актуально где-то на конец апреля. Так тоже я могу предположить. Поэтому с чем-то мы как будто должны определиться, или что-то само по себе где-то отстраивается. Могут добавляться какие-то события, новости, которые нас тоже словно выравнивают, какую-то нашу либо траекторию, либо правильные взгляды. Вот такое что-то может быть. Ну, давайте мы с вами узнаем. И первая карта у нас будет, что придет. Вторая половина октября. Давайте узнаем, что уйдет. Чем дело кончится. Чем сердце успокоится, мои дорогие. Или что нас будет радовать, может быть. Какие для нас приятности готовит вселенная. Что скрыто. Давайте достанем и такую карту узнаем. Может быть, мы на что-то не обращаем внимания. И три карты достанем. Это будет как три события или одно событие с несколькими, может быть, составляющими. Ну, или какую-то подсказку нам карты все равно уже дадут. Итак, давайте будем узнавать, что придет. Восьмерка воздуха. Вот посмотрите, перышки. Как будто девушка, ангелочек находится на облачке. А тем не менее, перышки как будто слетают. Знаете, мы не должны где-то быть во власти собственных страхов. По этой карте мы, вот, наверное, как этот ангел, который изображен, он словно наблюдает за всем сверху. Вот невозмутимое спокойствие, мои дорогие, что придет, мы говорим, да. Умение видеть, что есть по факту. Не переживать по каким-то мелочам, по каким-то глупостям. Это очень важно. В плане самодоверия, самодостаточности. Это формирует наше качество жизни, чтобы мы не думали. Поэтому любить где-то самого себя, это для вас будет очень важно. Или вопросы, когда мы говорим даже про благополучие, какого уровня жизни я хочу достичь. Может быть, все события конца октября для вас будут складываться в какой-то единый узор для того, чтобы улучшить именно свою жизнь. И, может быть, вы, скорее всего, без каких-то сожалений отпустите то, что уже или не работает, если мы говорим сфера работы, бизнеса или зарабатывания денег. Что-то мы тут можем пересмотреть. Мы видим вещи такими, какие они есть, не рисуя себе где-то радужных замков или того, чтобы, может быть, нам хотелось. Но вот реальность есть такова. Мы учимся, может быть, ценить даже где-то наших близких, принимая тоже такими, какие они есть, что поделаешь. Это само по себе, знаете, в этой карте отказ от отрицания. Вот так это звучит. То есть мы не отрицаем, мы не говорим «нет, это не для меня» или «я так никогда не поступлю». Мы понимаем, что все в жизни должно быть уравновешено. Больше гармонии в собственной душе. Что уйдет? Спокойствие вообще, мудрость по этой карте. Шестерка воды. Знаете, какие-то ненужные отношения могут уйти. Вот это карта прошлых отношений. Или мы здесь можем, ну, словно как на весы, да, на одну чашу положить то, что мы хотели. Может быть, где-то иллюзии, может быть, наши задумки. И есть какая-то конкретика. Между прошлым и будущим действительно вы можете оказаться по вопросу отношений. Что-то вы будете рационально, мои дорогие львы, львицы, именно рационально для себя определять. Это то, что как будто нас заставляет ностальгировать. И это уходит. Вот поэтому и восьмерка воздуха нам говорит о какой-то ясности. Нет места, как и горести, нет места печалям. Нет места тому, что в нашей жизни не случилось. Чем дело кончится? Давайте узнаем. Луна. Может быть, вы чувствуете, что сейчас дело как бы не закончится. И правда, надо сказать, если лунное затмение 28 октября, то есть до конца месяца, мы вот в этом коридоре находимся, и в знаке зодиака телец, то и планетарно это на самом деле так. Нам не получится с чем-то разобраться как будто основательно или до конца. Потому что две серьезные планеты Юпитер и Уран пробудут в ретро-движении еще в знаке телца до конца года. Поэтому неизбежно к нас, словно история нашей собственной жизни, будет возвращать словно в прошлое. Мы с чем-то должны окончательно, вот видимо, разобраться в этом 23 году, чтобы адаптироваться к какой-то новой ситуации. По карте Луна есть определенное продолжение, есть, увы, и тысяча неопределенностей. Можно сказать, что это заканчивается, часть какая-то из них, но не время еще пока ставить точку. Нельзя сказать, что мы как будто знаем наперед, что теперь все, какой-то этап мы прошли. Нет, сама по себе, точнее, карта, она нам говорит тоже где-то чаще о каких-то иллюзиях или о том, что скрывается в тени. Но карта, она нам говорит, что сейчас еще теперешняя ситуация может быть недостаточно правдива. И, скорее всего, это карта еще интуиции. Где-то вы сами чувствовать можете, мои дорогие львы и львицы, что сколько себя какой-то конкретики не подводи, она к нам, помимо нашей воли, приходит сама. Может быть, с новостями, с событиями мы в каком-то своем жизненном ритме постепенно делаем выводы. Поэтому здесь не завершится, здесь что-то продолжится. Ну, вот, наверное, как избавление от того, как отчасти иллюзии, так и от того, что же для меня важно. Вот такая какая-то перезагрузка. А чем же сердце успокоится? Королева воздуха. Ну, вот не случайно. Весь верхний ряд говорит об одном и том же. По сути дела, это продолжение. Немножко карты раскрыли. Самую первую карту по королеве воздуха или это королева мечей. Но в этой колоде, обратите внимание, какая красивая женщина. И она нам улыбается. В других колодах второго в основном это холодность и королева с мечом. А здесь рядом сала, символ мудрости. Мудрость, интуиция, великого знания. Это сердце успокаивается. То, что мы принимаем вещи такими, какие они есть. Мы также принимаем и людей по королеве воздухов. Это сильная самооценка. Вот чем сердце успокаивается. Видимо, внутренний баланс в собственной душе, мудрые решения. По этой карте идут организация своей собственной жизни. В связи с теми событиями, что произошли. В связи с тем, что вы себе намечаете на будущее. И, безусловно, хладнокровие, выдержка и все же рационализм. Этим успокаивает слово сердце. Давайте, что скрыто, мне интересно. Тройка воды. Праздник. Ну, видимо, быть в таких немножко для вас нетипичных энергиях будет очень важно, чтобы вот этот самый праздник состоялся. Очень добрая карта. И это приятные эмоции. Здесь могут быть, знаете, какие-то радостные события. Могут быть и предложения для нас радостные. Или новости, которые нас где-то тоже вдохновляют. Это надежная дружба по этой карте проходит. Проходит как общая цель. Может быть, и по работе. Или в вашей паре, в личной жизни. Установить со всеми, опять же, контакт. Не пытаясь кого-то перестроить под себя. Или под свое видение ситуации. Или не пытаясь манипулировать. Вот где-то, это уже пятая карта, и она вот продолжает вот эту канву, которую начала восьмерка воздуха. Вот, наверное, быть таким ангелочком, который на облачке сидит и наблюдает. И принимает всю ту ситуацию, которая разворачивается в нашей земной жизни. Ну, где-то беспристрастно. Больше с позиции мудрости. И тогда на нашей улице будет праздник. У вашей жизни будет праздник. Давайте мы посмотрим события. Первое событие. Пятерка огня. По пятерке огня. Красивая карта. И здесь нам говорят, что-то мы хотим сделать по-своему. Может быть, вокруг вас много людей. А у каждого человека какое-то свое мнение. Может быть, просто как информационный хаос или время, когда сложно определиться. Может быть, и правда. Может быть, вы находитесь в такой обстановке, которая, ну, как-то не способствует тому, чтобы что-то либо заканчивалось, либо, ну, знаете, как выстраивалась какую-то логическую цепочку последовательности. И карта-то говорит, что мы уважаем различия. Мы принимаем мнение людей, но мы не спешим на это откликаться. Разобраться с чем-то, может быть, нам придется. Может быть, состоится сложный разговор, кстати. Может быть, мы захотим по этой карте, есть такое значение, эксперимент с безумной целью. Может быть, мы себе такие планы где-то на будущее поставим и будем, словно, примерять к действительности, насколько это осуществимо. Или искать информацию, смогу ли я конкретное дело осуществить. Нам, может быть, что-то настолько интересно, что нас дело, словно, так вот захватит с головой. И мы будем в каком-то одном направлении искать, может быть, как и новости или любую информацию, все, что с этим связано. Или для кого-то из вас это может проиграться, например, как переезд, который вы задумали. Может быть, раньше вы как раз об этом не думали или думали, но не конкретно. А что-то здесь, знаете, для вас будет, ну, как какая-то отправная точка сделать что-либо совершенно не так. Или совершить что-то, но не в этой местности. Вот такое тоже может быть. Тут своего рода эксперимент и парадокс может идти по этой карте. Что-то неожиданное может быть даже для вас самих. Или как ваш интерес. Или это придет, повторюсь, с какими-то новостями. Или кем-то брошенная фраза. Не взначай, вы ее словно поймаете на лету. И вам захочется ее развить. И, знаете, как будто не надо от этого отказываться. Надо себе позволить самую сумасшедшую идею. Кто знает, может быть, это для вас будет означать новое хобби. Может быть, новое ремесло. Может быть, потом в итоге вы пойдете чему-то учиться. И разовьете как и навык, так и знание. И потом впоследствии предложите на практику. И для вас это тоже будет иметь значение для изменения качества жизни. Ну, вот, наверное, поэтому нам карта и говорит. Мы принимаем все такое, какое есть. Что в нашей жизни как и приходит. И то, что уже случилось. Второе событие. Больше философии. Вот интересно, мои дорогие львы. Вот все карты об этом. Ну, видимо, спокойный период жизни в целом, я бы сказала так. Но есть какая-то внутренняя работа над собой, от которой мы не уйдем. Видимо, она составляющая, важная составляющая на конец октября. Что-то для нас внутри, как будто нас самих, должно измениться. Как через отношения к миру, к людям, к тем или иным ситуациям. Может быть, к работе, к своим собственным достижениям. Ну, может быть, и к своей собственной любви. Хотя тут не совсем нам про любовь говорят. Посмотрим. Тут больше все какая-то аналитика или философия. Есть такое. Пятерка воды. Посмотрите. Еще, опять же, в продолжении нашей темы. Что интересно, девушка изображена как конек. Морской. И это соответствует пятерке кубков. Но в данном случае конек – это, знаете как, есть такое значение, как успех, удача. Здесь мы из этой самой, из наших мыслей или философии высвобождаем как какую-то реальность. Но это не происходит, видимо, само по себе, потому что в этой колоде карты, ну, так колода добра, повторюсь, проходит такое значение, как высвобождение печали, высвобождение горя. Как будто мы должны что-то, как будто выплакать. Ну, я условно говорю, а у кого-то это проиграется буквально. Когда это не то, что смирение. Нет. Это просто принятие с душевным спокойствием тех фактов нашей жизни, которые мы не в силах изменить. Поэтому, если где-то вам взгрустнется, мои дорогие львы и львицы, вы люди солнечные, вы просто примите, что это составляющая нашей жизни. И это не случайно. Значит, есть какая-то тема в вашей жизни, которую, наверное, нужно принять, в чем-то поставить точку и идти вперед. Она не должна нас цеплять больше эмоционально. Третье событие. Давайте посмотрим. Верховная жрица. Старший аркан. Это та, которая все знает. Это карта тайных знаний. Это карта, опять же, мудрости. Где-то мы говорим, безусловно, и про философию. Вот интересный расклад. Мы можем узнать какую-то тайну буквально. И, может быть, кто-то проговорился с учетом пятерки огня. И мы говорим, что много людей в вашей жизни. Или я сказала, что мы можем словно поймать чью-то идею или чью-то мысль и заинтересоваться ею. Переложить как будто на пользу самим себе. И это для нас будет как новое какое-то открытие или эврика, или какой-то инсайт. По этой карте нам это не есть как бы само по себе событие. В первую очередь, это карта как раз самодостаточности и независимости. Видимо, ваше независимое суждение, но не то, опять же, которое мы навязываем. По Верховной Жрице она не навязывает никому ничего. Она готова где-то отступить полшага назад, чтобы пронаблюдать, как развиваются события. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.